Нью-Йорк, 70-е годы. В городе вовсю гремел экономический кризис, грохот которого пытался перебить ещё более неистовый шум недавно возникшего панк-рока. Высокий уровень преступности стал настолько обыденным явлением, что Нью-Йорк прозвали не иначе, как «город страха». В такой реальности приходилось начинать свою карьеру молодому Винсенту Дезидерио, коренному бруклинцу с итальянскими корнями. Он успел поменять множество профессий, от водителя такси до организатора вечеринок в ночных клубах, пока не устроился хедхантером на Уолл-стрит. Легенда такова, что тогдашний босс предложил нашему герою представляться с сокращённым вариантом фамилии, считая, что громоздкая Дезидерио просто не будет работать. Именно с тех пор он стал известен как Винс Дези. Затем на сцену выходит небезызвестная компания Atari, которая в 1981 году открывает свой офис в Нью-Йорке и нанимает Винса на роль рекрутера. В процессе работы, которая заключалась в поиске новых специалистов для разработки игр на системы Atari, Винс завёл дружбу с одним из нанятых им сотрудников, программистом Майком Риделем. Ещё будучи студентом, Майк предпринимал попытки в разработке игр и даже смог преуспеть в этом. Одну из своих первых игр Аркаду Bug Battle он продал фирме United Software of America, получив за неё чек на солидную сумму в несколько тысяч долларов. Это послужило причиной для Майка бросить учёбу и попытаться влиться в игровую индустрию. Он устраивается на работу в Atari, и его первая задача в компании заключалась в портировании игры Robotron 2084 на некий аддон для Atari 2600. Майк, будучи фанатом этой игры, воспринял поручения с большим энтузиазмом. Однако, как вы можете знать из школьных уроков истории, дела у Atari в 1982 году пошли не самым лучшим образом. Выпустив приличный ряд провальных игр, в том числе печально известную E.T. The Extraterrestrial, которая заложила низкую плампу качества для игр по кинолицензиям на десятилетия вперёд, Atari столкнулась с эпохальным видеоигровым кризисом 1983 года, что привело к знаменитому захоронению нераспроданных картриджей на свалке посреди пустыни в Нью-Мексико. Одновременно с этим офис Atari в Нью-Йорке был прикрыт, аддон для Atari 2600 был отменён, а вместе с ним и порт Robotron 2084. Винс и Майк отправились в свободное плавание. Так, Винс Дэйзи открывает контору... Нет, нету самую контору, ещё слишком рано. Он открывает консалтинговое агентство под названием Дэйзи Нетворкинг. И через эту контору Майк выходит на связь с компанией First Star Software и получает от них заказ по разработке игры на основе комикса Spy vs Spy. Майк просто обожал этот комикс, поэтому он с полной отдачей погрузился в процесс разработки. Собрав коллекцию журналов, Майк попытался вычленить из комикса его основополагающие элементы и придумать, какую геймплейную форму им можно придать. Отказавшись от идеи прямолинейной экшен игры, Майк придумывает концепцию экшен-стратегии про двух шпионов, которые пытаются расстроить планы друг к другу. Для игры была разработана специальная система, получившая название SimuPlay, которая позволила двум игрокам играть против друг друга на одном разделённом экране. Первому игроку нужно было найти все предметы на уровне и попытаться сбежать в аэропорт, а второму всеми способами помешать ему, расставляя различные ловушки. Релиз Spy vs Spy знаменует классическую историю успеха. Игра становится крупным хитом и получает международное признание. Кроме всевозможных портов на разные платформы, она также получает два сиквела, к разработке которых Ридель имел непосредственное отношение. После этого в 1986 году Майк, не без помощи Винса Дэзи, решает открыть собственную студию – Ридель Software Productions. Студия продолжила взятый Майком курс, разработав несколько игр по чужим лицензиям – Disney и Warner Bros. Пока в 1991 году Майк и Винс не решают в поисках золота отправиться на Дикий Запад. Перебирая разные варианты для нового места поселения, они решают обосноваться в городе Туссен, штат Аризона. Чему именно Туссен? Винс Дэзи отвечает на это примерно следующим образом. В нем есть пальмы, но только без заморочек, как в Лос-Анджелесе или Фениксе. После переезда студия растеряла оставшихся сотрудников, поэтому им пришлось набирать новую команду. На этом этапе к Майку и Винсу присоединяется Рэнди Брайли, который становится арт-директором студии. А в следующем, 1992 году, попытать свою удачу на полях игростроя решает молодой художник Стив Уик. Первые несколько лет своего существования в Туссене студия продолжила заниматься играми по сторонним лицензиям. Среди них были симулятор побега из Советского Союза Hunt for Red October, Том и Джерри, игра про собачку Бетховен Секонд, невышедший платформер Бобби Сворлд и многие другие. Во всех этих играх вы вряд ли сможете найти почерк будущих проектов студии, но если хорошо постараться, то... История создания следующего проекта уходит корнями в конец 1995 года, когда у команды Riddle Software Productions появилось крайнее желание распрощаться с детскими играми и создать что-то действительно своё. В творческих поисках родилась концепция игры про почтальона, который обнаружил бы, что тела людей были захвачены инопланетянами. Снарядившись припрятанным арсеналом из своего почтового фургончика, главный герой отправился бы разбираться с пришельцами в человеческом обличье, попутно спасая настоящих людей. Проект получил рабочее название The Postman Always Shoots Twice, однако позже Стив Уик придумал более лаконичное название – Postal. Другими вариантами для названия будущей игры также были Nostril, которое можно обнаружить в исходном ходе игры, и The Last Nail, предложенное Винсом Дэзи. Позже юмористическая концепция с пришельцами была отброшена в пользу более мрачной концепции симулятора-убийцы, в которой главный герой изначально, будучи обычным парнем, оказывался атакованным, а сюжет при этом не должен был однозначно объяснять, является ли главный герой сумасшедшим или нет. В соответствии с новой мрачной концепцией, арт-директор студии Рэнди Брайли был намерен разработать сопутствующий художественный стиль и протагониста для игры. Ключевой стала идея о том, что главный герой не должен иметь имени, предыстории или характера, чтобы игрок мог свободно смотреть на него через призму своего собственного мировоззрения. Именно поэтому на тех немногих изображениях, где можно видеть протагониста, он или прячется в тенях, или размыт с помощью фильтров. Образ главного героя внутри самой игры был построен на множестве разных скетчей, однако до нашего времени дожил только один. Что касается имени, то знаменитая Postal Dude закрепилась за персонажем только после того, как Винс Дейзи случайно обронил его в одном из интервью. Еще одна вещь, которой фактически не было у главного героя, это собственный голос. Те комментарии, которые можно услышать во время игрового процесса, принадлежали не главному герою, а демону, который сидел в его голове. На роль этого демона был приглашен Рик Хантер, диктор с местного тусонского радио. Этот крик, озвученный Винсом Дейзи, это единственная реплика, которая действительно принадлежит главному герою. Вам врали все это время, Винс Дейзи был первым голосом чувака. Производство игры стартовало примерно в начале 96-го года, однако разработчики сохраняли молчание вплоть до марта 97-го, пока в самом первом пресс-релизе не объявили о создании новой студии – Running With Scissors. Во втором пресс-релизе, опубликованном спустя неделю, они анонсировали непосредственно то, ради чего все это было затеяно – Postal. Самую опасную видеоигру в мире. С этого момента пути назад уже не было. За геймплейной основой для новой игры далеко ходить не пришлось. Ее позаимствовали прямиком из игры Robotron 2084. Как и его аркадный предшественник, Postal стал двухмерным шутером с видом сверху, в котором для прохождения уровня было необходимо уничтожить определенное количество врагов на нем. Но, несмотря на очевидные аркадные корни, Postal предлагал несколько другой опыт. Геймплей, построенный вокруг зарабатывания очков, отправился в прошлое, а незамысловатая шут-мап-механика была разбавлена тактическими элементами. В качестве стартового оружия нам выдавался... Некий автомат с бесконечными боеприпасами. Специфическое управление персонажем предполагало, что это было единственное оружие, из которого позволялось стрелять прямо на ходу. А при огне из всего остального оружия управление становилось танковым. Игрок не мог сдвинуться с места, пока выстрел не был произведен до конца. Впрочем, автомат со всеми его преимуществами не был задуман как ультимативное оружие, так как имел слабый урон и низкую пучность при стрельбе. По-настоящему игра раскрывалась именно в тот момент, когда игрок, приноровившись к управлению, переставал палить наугад, и в полной мере начинал использовать игровой арсенал. От дробовиков с разным темпом огня до мин, доступных аж в трех вариантах. И еще одним элементом, взятым из Robotron 2084, стало наличие невооруженных прохожих на уровнях. Разница была в том, что в Robotron этих несчастных людей можно было спасать и получать дополнительные очки за это, ну а Postal предлагал нам... Впрочем, стрельба по безоружным людям никак не влияла на игровой прогресс, поэтому вы могли этого и не делать вовсе. В конечном счете стоит признать, что геймплей в Postal, несмотря на все его тактические элементы, был весьма репетативным процессом. Все уровни от первого до последнего в основной кампании проходятся в одинаковом ключе и ставят перед игроком одну и ту же задачу — убей их всех. Свою долю разнообразия был призван внести режим The Gauntlet, в котором перед игроком стоялись разные задачи. Этот режим, конечно, получился по-своему интересным, но, как и в случае с оригинальной кампанией, геймплею однозначно недоставало толики каких-то более увлекательных элементов. За поисками вдохновения парни из Running With Scissors отправились в прототип местодействия будущей игры — шахтерский городок Бисби, который располагается на юге Аризоны, неподалеку от мексиканской границы. Стоит отметить, что в ранних пресс-релизах в качестве сеттинга игры буквально фигурировал Бисби, однако позже разработчики решили дать городу вымышленное название — Paradise. Находясь в Бисби, Стив Уикс сделал наброски города и, вернувшись в студию, отсканировал свои зарисовки. После загрузки сканов в Adobe Photoshop и манипуляции со слоями Стив отдал результаты своей работы Рэнди Брайли, который занялся раскрашиванием и текстурированием будущих уровней. Затем готовые полотна разбивались на куски для придания им трёхмерного эффекта, и эта композиция рендерилась в Soft Image 3D. А результат получился действительно уникальным — вручную нарисованные полотна уровней без повторяющихся элементов. Также Рэнди Брайли занялся созданием загрузочных экранов. По его словам, через эти изображения, представляющие собой сочетание абстракции и реализма, он попытался выразить, как может выглядеть мир в голове слетевшего с катушек главного героя, находящегося в состоянии прогрессирующего безумия. Ещё один достойный упоминание элемента оригинального Postal — это звуковой дизайн. Он прекрасно передаёт чувство того, как тот психопат, которым мы управляем, ощущает окружающий его мир, враждебно и отчуждённо. Игра звучит бескомпромиссно и резко в хорошем смысле этого слова, давая прямой удар под дых, начиная прямо со стартового экрана. Игровой саундтрек был преимущественно составлен из немузыкальных шумов, индастриала и дарка эмбента. За звуковой дизайн игры был ответственен композитор Кристиан Сальер. И в этом отношении он показал себя настоящим аудиоманьяком. Был ли в Postal сюжет? Если мы попытаемся найти его внутри самой игры, то мы будем обречены на неудачу, потому что его там просто нет. Разработчики пытались внедрить в игру историю, но потерпели неудачу сразу по ряду причин. По утверждению, Стива Вика у студии просто не было денег на производство роликов. Разработчики обернули это отсутствие в достоинство, сделав упор на необъяснимую психотическую атмосферу, призванную поместить игрока в соответствующее расположение духа, вместо того, чтобы давать объяснение происходящего с помощью текста. И всё-таки, какие-то базовые представления об игровых событиях были выражены через дневниковые заметки, которые можно найти в игровом мануале. Когда наш герой покидает свой дом, он встречается лицом к лицу с вооружённым сопротивлением. Худшие страхи подтвердились. Группа ненормальных попыталась вторгнуться в мой дом. Я должен пробраться к стоянке грузовиков, к шерифу. Посмотрим, сможет ли кто-нибудь там мне помочь. Однако и там чувака встречают не самым дружелюбным образом, что приводит его к заключению. Как животные. И даже шериф. Все здесь заражены чем-то. Чем-то, что в воздухе или в воде. Я не знаю, может это с авиабазы. Надеюсь, что нет. Эта база может оказаться моей последней надеждой. И с этого момента чувак, убеждённый в том, что все вокруг заражены, становится одержимым идеей прорваться к авиабазе, которую его воспалённый мозг посчитал источником заразы, а его дневник превращается в военный журнал. Уровень за уровнем он продирается сквозь множество неприглядных мест, вроде городской свалки, шахт или гетто, добираясь до авиабазы. Слышит чувак в своём военном знале, перед финальным уровнем, начальной школой. Несмотря на то, что никакого физического насилия на нём не происходит, данный уровень стал, пожалуй, наиболее спорным моментом во всей игре. Уровень со школой это сцена, в которой мы лишены какого-либо контроля над главным героем. Когда ты её впервые видишь, может закраться мысль, что эта игра зашла слишком далеко. Но чувак открывает огонь и... ничего не происходит. Дети абсолютно неуязвимы к выстрелам и никак на них не реагируют. Поставлено в тупик, чувак падает на землю и хватается за голову. Начинается финальный монолог. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ объяснение тому, был ли демон реален, или же он был просто голосом воображения чувака. Финальный монолог ведется от лица доктора, который рассуждает о том, как перенаселенность и напряженность жизни в современных городах могут приводить к актам насилия. Типичный параноидальный бред. Такой диагноз ставит доктор в отношении субъекта, то есть главного героя. Наконец он выдает заключительное. Мы можем никогда не узнать, что именно вывело его из себя, но будьте уверены, у нас будет достаточно времени, чтобы изучить его. И это всё, что у нас есть. Небольшие кусочки повествования, разбросанные по мануалу и в меньшей степени по самой игре. На каком-то этапе разработчики решили, что пролить свет на происходящее в игре можно с помощью книги. Она получила название The Complete Guide to Going Postal. Первая часть книги должна была быть написана совместными силами двух игровых журналистов, Билла Канкела и Арни Катса. Ещё во времена разработки оригинального Postal, Билл Канкел был настолько впечатлён его концепцией, что вызвался написать книгу, которая смогла бы перенести трансгрессивный опыт игры в текст. Он был намерен рассказать об игровых событиях нарочито непоследовательно и фрагментарно, стилизуя отдельные кусочки текста под псевдодокументальные вырезки из газет, новостные сводки и другое медиа, перемешав их вместе с дневниковыми записями самого чувака. К работе над второй частью книги был привлечён другой автор – бруклинский криминальный репортер Нин Грациана. В ней автор собирался рассказать социологическую историю печально известного феномена Going Postal и рассмотреть множество крайне беспокоящих вопросов, связанных с ним. Как вы уже могли догадаться, книга так и не вышла в свет. Неизвестно, стояла ли за этим какая-то конкретная причина. Винс Дэзи связывает её отмену с эпизодом, когда радиоведущий Говард Стерн зачитывал в прямом эфире рекламное сообщение по Postal. Так получилось, что он по ошибке вместо Running with Scissors упомянул Panasonic, материнскую компанию Ripcord Games, в качестве разработчика игры. В Panasonic запаниковали и прекратили дальнейшее распространение игры. И со всем, что планировали Running with Scissors, случилось именно то слово, которое фильтр Стима посчитал недопустимым к употреблению. Впрочем, на Postal обрушился шквал проблем ещё задолго до выхода игры. В апреле 1997 года Винсу Дэзи приходит письмо от Марвина Руньена, генерального патчмейстера почтовой службы США. «У всех сотрудников почтовой службы есть чувство юмора, но в вашей игре Postal нет ничего смешного». С этих слов начал своё обращение Марвин Руньен. Дальше он начал распинаться, что их жестокая фантазия никак не относится к реальности и вообще, что лучше бы они начали сворачивать разработку своей игры по-хорошему. Оригинальное письмо Винс гордо повесил в рамочке над своим рабочим столом, а с его копией Running with Scissors попытались провернуть кое-что очень возмутительное. Дорогой мистер Дэзи, у всех у нас на почте есть ваша игра Postal. Программы, такие как ваши, делают похоронный сервис в доставлении превосходства. А чтобы понимать, что значит Going Postal, на самом деле вы хотите игру Postal с наилучшими пожеланиями Марвин Руньен. И вот эту штуку Running with Scissors намеревались использовать в качестве рекламы, но юристы сказали НЕЕТ! Радости Винса не было предела до того момента, пока он не получил известия от влиятельной юридической фирмы федерального агентства. В нем говорилось, что только у почтовой службы США есть право собственности на использование слова Postal. Это стало только началом противостояния Running with Scissors и почтовой службы США, а судебное дело между ними затянется на годы вперед. В мае 1997 разработчикам наконец-то удалось найти издателя для своей будущей игры Ripcord Games, дочернее подразделение Panasonic Interactive Media. На тот момент Ripcord Games еще не успели издать ни одного релиза и нацелившись на рынок хардкорных игр они решили связаться с Running with Scissors, чтобы сделать Postal их общим дебютом. Поначалу отношения между издателем и разработчиком складывались довольно гладко. Их силами был организован стенд на выставке E3 1997 проходившей в городе Атланта, а затем был проведен бета-тест игры, а также была развернута маркетинговая кампания. Все было неплохо ровно до того момента, пока игра не попала на полки магазинов. Официальной датой релиза Postal считается 14 ноября 1997 года, но по некоторым данным игра начала поставляться в магазины еще за два месяца до этого. Из-за того, что на игру сошла лавинокритики со стороны видных политических фигур и непрофильных СМИ, Ripcord Games отказались от ее дальнейшего распространения. Крупные ритейлеры вроде сети Walmart наотрез отказались видеть Postal на полках своих магазинов. Права на распространение перешли к Take-Two Interactive, которые также занялись с изданием Postal на территории Европы. Тем временем, европейская версия игры была подвергнута цензуре в связи с требованиями рейтингового агентства и LCPA. Postal получил рейтинг 18+, только после того, как из игры упразднили возможность совершать казнь раненых людей, со знаменитого уровня Parade of Disasters вырезали тот самый парад, и, конечно же, был убран финальный уровень со школой. Специально для этой версии игры Running with Scissors выкладывали на своем сайте European Violence Patch, который возвращал в игру все вырезанные моменты. Postal получил смешанные отзывы от игровой прессы. Если зайти на Metacritic, мы можем увидеть, что игра набрала всего 56 баллов. Игра, безусловно, не была идеальной, и ее было за что критиковать, но почему в свое время критики были к ней настолько безжалостными? Вопрос такого рода был задан Винцу Дези в интервью для Rolling Stone Италия, на что он выдал следующий пассаж. В 1997 году, когда Postal был выпущен, видеоигровые журналы контролировались крупными издателями, которые финансировали их за счет массивных рекламных кампаний. Рецензенты зависели от своих редакторов, которые, в свою очередь, зависели от редакционного выбора руководителей. Читайте. Странная коррупция и лицемерия. Были рецензенты, которым нравилась игра, но они были вынуждены ставить ей низкие оценки только потому, что мы не платили им за рекламу. Эту историю я не раз слышал от извиняющихся журналистов. Следующим шагом стал выпуск аддона под названием Special Delivery. Релиз дополнения состоялся в августе 1998 года, а его издание в этот раз было организовано силами самих Running With Scissors. Главной особенностью аддона стал набор из четырех новых уровней для одиночной игры. Тогда как уровень Earthquake был вполне в духе оригинала, только несколько более аляповатый и яркий, а Shanty Town представлял собой неинтересный филерный уровень с кучей сараев, то Easy Mart и La Palomine Resort по своему тону выбивались на фоне оригинальной кампании. Эти два уровня были гораздо более светлыми, чистыми и яркими, чем те места, которые мы посещали ранее. Еще один небольшой сдвиг, который можно заметить в Special Delivery, в игре стало чуть-чуть больше юмора. Первое, что мы слышим на стартовом уровне с супермаркетом, это язвительный комментарий чувака. Что отсылает к уже знакомой нам ситуации со снятием оригинального издания Postal с полок магазинов. Являются ли уровни из Special Delivery частью основной компании Postal? Скорее нет, так как в дневниковых записях действия этих уровней происходит в январе 1998 года, спустя несколько месяцев после окончания оригинальной кампании. Ее продолжением эти уровни тоже назвать сложно, потому что они игнорируют концовку. Проще всего воспринимать это как набор из новых уровней и ничего более. Super Postal это полуофициальное название, которое приписывают всевозможным изданиям оригинального Postal и его аддонов, выходившим на территорию Японии. Дело в том, что заголовок Super Postal нельзя найти ни на одном из японских изданий. Более того, в японском сообществе никто не называет игру таким образом. Скорее всего, оно было придумано кем-то в западном сообществе для того, чтобы избежать путаницы. Говоря про Super Postal, люди обычно вспоминают про его эксклюзивный контент. Японскую озвучку и пак из двух новых уровней. Этот контент дебютировал в рамках аддона под названием Power Rap Kit, выпущенного издателя MicroMouse of Japan в 2000 году. Двумя новыми уровнями стали Акихабары и Дотонбори. Районы городов Токио и Осаки соответственно. По заявлению издателя, люди на уровне Осака даже говорят на местном диалекте. Осака Бен. Стилистически новые уровни достаточно отличаются от оригинала и поэтому сложно сказать, кто именно приложил руку к их созданию. Известно лишь только то, что MicroMouse кому-то заплатили, чтобы эти уровни были сделаны. Будем считать, что эти деньги достались именно Running with Scissors. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»!